Литературное чтение, 4 класс. Лев Николаевич Толстой. Петя Ростов. Из романа «Война и мир» в сокращении. Петя при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и скоро после этого был взят ординарцем к генералу, командовавшему большим отрядом. Со времени своего производства в офицеры и в особенности с поступления в действующую армию, где он участвовал в Вяземском сражении, Петя находился в постоянно счастливо возбужденном состоянии радости на то, что он большой и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему все казалось, что там, где его нет, там-то теперь и совершается самое настоящее, геройское. Когда 21 октября его генерал выразил желание послать кого-нибудь в отряд Денисова, Петя так жалостно просил, чтобы послать его, что генерал не мог отказать. Но отправляя его, генерал, поминая безумный поступок Пети в Вяземском сражении, где Петя вместо того, чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего пистолета, Отправляя его, генерал именно запретил Пете участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова. Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и Исаулом подъехали к караулке. В полутьме виднелись лошади в сёдлах, казаки, гусары, прилаживавшие шалашики на поляне, и, чтобы не видели дыма французы, разводившие красневший огонь в лесном овраге. В сенях маленькой избушки казак, засучив рукава, рубил баранину. В самой избе были три офицера из партии Денисова, устроивавшие стол из двери. Петя снял, отдав сушить своё мокрое платье, и тотчас принялся содействовать офицерам в устройстве обеденного стола. Через десять минут был готов стол, покрытый салфеткой. Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым текло сало, жирную душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей. — Так что же вы думаете, Василий Фёдорович? — обратился он к Денисову. — Ничего, что я с вами останусь на денёк. И, не дожидаясь ответа, он сам отвечал себе. — Ведь мне велено узнать. — Ну вот я и узнаю. — Только вы меня пустите в самую, в главную. Мне не нужно наград. А мне хочется... Петя стиснул зубы и оглянулся, подёргивая кверху поднятой головой и размахивая рукой. — В самую главную, — повторил Денисов, улыбаясь. — Только уж, пожалуйста, мне дайте команду со всем, чтобы я командовал, — продолжал Петя. — Ну что вам стоит? — Ах, вам ножик! — обратился он к офицеру, хотевшему отрезать баранины. И он подал свой складной ножик. Офицер похвалил ножик. — Возьмите, пожалуйста, себе. У меня много таких, — покраснев сказал Петя. — Батюшки, я и забыл совсем, — вдруг вскрикнул он. — У меня изюм чудесный. Знаете, такой, без косточек. У нас маркетант новый. И такие прекрасные вещи. Я купил десять фунтов. Я привык что-нибудь сладкое. Хотите? И Петя побежал в сене к своему казаку, принес торбы, в которых было фунтов пять изюму. — Кушайте, господа, кушайте! — А то не нужно ли вам кофейник? — обратился он к Исаулу. — Я у нашего маркетанта купил чудесный. У него прекрасные вещи. И он честный очень. Это главное. Я вам пришлю непременно. — А может быть, еще у вас вышли обилие скремния? Ведь это бывает. Я взял с собой, у меня вот тут. Он показал на торбы сто кремней. Я очень дешево купил. Возьмите, пожалуйста, сколько нужно. А то и все. И вдруг, испугавшись, не забрался ли он, Петя остановился и покраснел. Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких-нибудь глупостей. И, перебирая воспоминания нынешнего дня, воспоминание о французе-барабанщике представилось ему. — Нам-то отлично. А ему каково? Куда его дели? Покормили ли его? Не обидели ли? — подумал он. Но, заметив, что он заврался о кремнях, он теперь боялся. — Спросить бы можно, — думал он. — Да скажут. Сам мальчик. И мальчика пожалел. Я им покажу завтра, какой я мальчик. — Стыдно будет, если я спрошу, — думал Петя. — Ну, да все равно. И тут час же, покраснев и испуганно глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал. — А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? Дать ему чего-нибудь поесть, может? — Да, жалкий мальчишка, — сказал Денисов, видимо, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. — Позвать его сюда. — Винсент Босс его зовут. — Позвать. — Я позову, — сказал Петя. — Позови, позови. Жалкий мальчишка, — повторил Денисов. Петя стоял у двери, когда Денисов сказал это. Петя пролез между офицерами и близко подошел к Денисову. — Позвольте вас поцеловать, голубчик, — сказал он. — Ах, как отлично! Как хорошо! И, поцеловав Денисова, он побежал на двор. — Брэс, Вэнсен, — прокричал Петя, остановясь у двери. — Вам кого, сударь, надо? — сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика-француза, которого взяли нынче. — Ах, Весеннего! — сказал казак. Имя его Вэнсен уже переделали. Казаки — в Весеннего, а мужики и солдаты — в Весенню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике. — Он там, у костра грелся. — Эй, Весеня! Весеня! Весенний! — послышались в темноте передающиеся голоса и смех. — А мальчонок шустрый! — сказал гусар, стоявший подле Пети. — Мы его покормили давеча. Страсть голодный был! В темноте послышались шаги, и, шлепая босыми ногами по грязи, барабанщик подошел к двери. — А, c'est vous! — сказал Петя. — Vous vous mangez? — Am I a pepper? — Une vous fera pas de mal? — прибавил он робко и ласково дотрагиваясь до его руки. — Enqueue! Enqueue! — Merci, monsieur! — отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле него в сенях. Потом в темноте взял его за руку и пожал ее. — Enqueue! Enqueue! — повторил он только нежным шепотом. — Ach, что бы мне ему сделать! — проговорил сам собою Петя и, отворив дверь, пропустил мимо себя мальчика. Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только ощупывал в кармане деньги и был в сомнении, не стыдно ли будет дать их барабанщику. Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в сенях. Денисов в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его. — Слава Богу! — крикнул он. — Ну, слава Богу! — повторял он, слушая восторженный рассказ Пети. — И черт тебя возьми! Из-за тебя не спал! — проговорил Денисов. — Ну, слава Богу! Теперь ложись спать. Еще вздремнем до утра. — Да. Нет, — сказал Петя. — Мне еще не хочется спать. — Да я и себя знаю. Ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражением. Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор. На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернились две фуры, у которых стояли лошади, и во враге краснился догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали. Кое-где слышались, вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей, негрумкие, как бы шепчущиеся голоса. Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней. «Ну, Карабах, завтра послужим», — сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее. «Что, барин, не спите?» — сказал казак, сидевший под фурой. «Нет, а Лихачев, кажется, тебя звать? Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам». И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему он ездил, и почему он считает, что лучше рисковать своей жизнью, чем делать наобум лазаря. «Что же, соснули бы», — сказал казак. «Нет, я привык», — отвечал Петя. «А что, у вас кремнии в пистолях не обились? Я привез с собою. Не нужно ли? Ты возьми». Казак высунулся из-под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю. «От того, что я привык все делать аккуратно, — сказал Петя, — иные так кое-как не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю». «Это точно», — сказал казак. «Да еще вот что, пожалуйста, голубчик, натащи мне саблю. Затупи...» И Петя скоро услыхал воинственный звук стали обрусок. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю. «А что же, спят молодцы, — сказал Петя. — Кто спит, а кто так вот? Ну, а мальчик что? Весенний-то? Он там, в сенцах, завалился. Со страху спится. Уж рад-то был». Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги, и показалась черная фигура. «Что точишь? — спросил человек, подходя к фуре. — А вот, барину, наточить саблю». «Хорошее дело», — сказал человек, который показался Пете гусаром. «У вас, что ли, чашка осталась?» «А вон, у колеса». Гусар взял чашку. «Небось, скоро свет», — проговорил он, зевая, и прошел куда-то. Петя должен бы был знать, что он в лесу, в парте Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо — караулка, и красное яркое пятно внизу налево, догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, гусар, который хотел пить, но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть, глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре? А очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой, ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц. Все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было. Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно. Он поглядел на небо, и небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко-высоко поднимается над головой. Иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его. Петя стал закрывать глаза и покачиваться. Капли-капли, шел тихий говор, лошади заржали и подрались, храпел кто-то. Вжик-жик, вжик-жик, свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравший какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. С торжественным победным маршем сливалась песня. И капли-капли, и вжик-жик-жик свистела сабля. И опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него. Петя не знал, как долго это продолжалось. Он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева. — Готово, ваше благородие. На двое хранцуза распластаете. Петя очнулся. — Уж святает, право, святает. — вскрикнул он. Невидные прежде лошади стали видны до хвостов. И сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву. Махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги. — Вот и командир, — сказал Лихачев. Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться. Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотни ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. И Саул что-то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытая холодной водой, лицо его, в особенности глаза, горели огнем. Азноб пробегал по спине, и во всем теле что-то быстро и равномерно дрожало. — Ну, готово у вас все, — сказал Денисов. — Давай лошадей. Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбронив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь по привычке хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову. — Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? — Пожалуйста, ради Бога, — сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него. — Об одном тебя прошу, — сказал он строго. — Слушаться меня и никуда не соваться. Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что-то с шепотом с Сесаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подли него. — Сигнал! — проговорил он. Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы. В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие-то люди. Должно быть, это были французы. Бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади. — Ура! Ребята! Наши! — прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице. Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские, оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что-то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз с синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. — Опять опоздал! — мелькнуло в голове у Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что-то людям. — В объезд! Пехоту подождать! — кричал он, в то время как Петя подъехал к нему. — Подождать! Ура! — закричал Петя, и немедленно одной минутой поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшие пули. Казаки и Долохов скакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме, одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и вместо того, чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Пуля пробила ему голову. Переговорившись с старшим французским офицером, который вышел к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно с раскинутыми руками лежавшему Пете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова